Антимюллеров гормон тогда на тот момент был 1,6. То есть это по возрасту хороший гормон, достаточный для наступления беременности. Сейчас такой вот границей является 1,2 для, допустим, протоколов ЭКО для того, чтобы брать свои клетки по ОМС. Например, если ЭКО делается платно, то там нет такого ограничения. Если по ОМС, то вот эта граница 1,2. У нее был 1,6. Достаточно хороший был антимюллеров гормон. Для тех, кто не знает, антимюллеров гормон это такой анализ, по которому один из анализов, по которому мы смотрим овариальный резерв. То есть сколько у женщины осталось яйцеклеток, какая возможность наступления беременности, как быстро прекратится функция яичников. То есть он обычно немножко проспективный, то есть он снижается-снижается, а функция яичников еще несколько лет после снижения, даже ниже единички, она идет нормально. И теоретически даже при снижении антимюллеров гормона ниже единицы, до достаточно низких цифр, возможности наступления беременности есть. Да, просто вот количество лет, которые мы имеем, да или не лет, там в меньших единицах изберения, оно становится ограниченным, когда вот он ниже единички становится. И да, вот в двадцатом году на лапароскопии антимюллеров был 1,6. Когда смотрели в двадцать первом году, тоже антимюллеров гормон и другие тоже гормоны, антимюллеров был уже 0,161. То есть произошло вот между двадцатым и двадцать первым годом значительное снижение антимюллерового гормона. Иногда бывают, да, какие-то вот флуктуации вот этих показателей, то есть он может, ну, в каких-то границах, да, вот не четко быть фиксированным, если мы берем его там с каким-то интервалом, даже рядышком. Разные есть реактивы разных фирм. И да, то есть чтобы понять, что исключена такая вот ошибка, как бы да, вот не то, что ошибка, да, вот насколько показателен, например, вот этот уровень антимюллерова 0,161. То есть это 10 процентов фактически, да, от единицы, 16. То есть достаточно маленькие. Смотрим дополнительно гормоны, которые нам показывают с другой стороны функции яичников. ФСГ, ЛГ. ФСГ у нее в июне 21 года, ну, то есть фактически за год до того, как мы встретились в прошлом году, был 26. ЛГ был 13. ФСГ больше 10 говорит о том, что авариальный резерв уже снижен значительно. И мозг, гипофиз, который вырабатывает эти гормоны ФСГ и ЛГ, он видит дефицит женских половых гормонов и начинает давать высокие большие цифры фолликулостимулирующего гормона для того, чтобы простимулировать функцию яичников. То есть это говорит реально о снижении авариального резерва. Да, как бы это еще одна проблема. То есть если до этого беременность не наступала, ну, по каким-то, да, непонятным, так скажем, причинам, то с увеличением возраста, со снижением авариального резерва мы имеем еще одну проблему, которая заключается в том, что плюс к тем проблемам еще мы теряем в качестве и в количестве яйцеклеток. И возможность наступления беременности становится еще меньше. И если, допустим, мы можем ликвидировать те причины, которые, те факторы, которые действовали еще при хорошей функции яичников, то на сниженную функцию яичников, да, мы можем немножко повлиять, но иногда это, к сожалению, не удается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok